Итак, у нас по счету третий урок и в этом уроке мы будем рассматривать с вами свойства слоев. То есть, собственно, то для чего они предназначены. Мы будем слоям задавать различные настройки. Но для начала давайте создадим еще несколько слоев, а заодно повторим, как это делается. Итак, прежде всего хочу одну вещь вам сказать. Если вы создаете слой и хотите, чтобы он был похож на другой слой, который уже существует, то вам нужно просто-напросто выбрать слой, на который вы хотите, чтобы был похож ваш следующий слой, то есть, который вы будете создавать, и нажать создать слой. Давайте для чистоты эксперимента изменим цвет слоя. Вот этого существующие издания поставим, к примеру, без разницы, синий. И теперь выделим его и нажмем создать слой. Как видите, следующий слой, он создается под слоем существующие издания и имеет такой же цвет и такой же тип линии. Он имеет все такие же настройки, какие и верхний слой. Ну давайте, пусть у нас будет следующий слой, это проектируемое здание. Коль есть существующие, то должно быть и проектируемое, правильно? И здесь после чего, к примеру, у нас все настройки устраивают, только мы хотим, чтобы у нас был другой, допустим, цвет. Нажимаем ОК. Вот такая вот еще небольшая тонкость. Так, теперь давайте начнем рассматривать свойства с графических, то есть цвет, теплиний, вес и так далее. Ну, во-первых, с цветом, я думаю, все понятно. То есть для того, чтобы его изменить, мы нажимаем на этот квадратик и мы попадаем в диалоговое окно выбор цвета. Здесь мы можем выбирать как из существующих вариантов, так и из палитры. То есть здесь мы можем настраивать тот цвет, который нам необходим. Ну, здесь все просто. Далее у нас идет тип линии. То есть это какой тип будет у вашей линии. По умолчанию при создании файла, как видите, здесь всего лишь один тип. Но данный список можно расширять, нажав на кнопку загрузить. У нас появляется, как видите, ряд линий, которые записаны в файл acad.iso.lit. То есть это вспомогательный файл, в котором содержатся различные типы линий. Отсюда выбираете ту, которая вам подходит. Нажимаете ОК. И она попадает в диалоговое окно выбор типа линий. Отсюда вы ее выбираете и нажимаете ОК. И мы можем сразу увидеть, что тип изменился. Об этом свидетельствует название. Далее у нас идет вес линии. Ну, с весом все понятно. Здесь это толщина линии. То есть по умолчанию это тот вес, который располагается в глобальных настройках. Мы с вами это смотрели, но сейчас еще раз посмотрим. И оставшиеся веса, как видите, до 2,11 мм. Ну, давайте поставим, допустим, вот так. Нажмем ОК. И посмотрим в параметры. Как я уже говорил, мы периодически будем возвращаться к ним и освежать то, что мы смотрели уже с более глубоким пониманием. Данная настройка у нас, как помните, находится на вкладке Пользовательские. И вот здесь в нижнем блоке Вес линий. Здесь настраивается вес линий по умолчанию. Как видите, 0,25 мм. Можно выбирать любое другое значение. Но я советую 0,25. Нажимаем переменить. Здесь оставляем все как есть. Движемся далее. Следующая настройка у нас прозрачность. Ну, в 2D проектировании прозрачность, она в принципе ни на что не влияет. Это в 3D можно использовать. Слово прозрачность, оно само за себя говорит. То есть это свойство объекта пропускать через себя свет. То есть если у нас значение отличное от нуля, в большую сторону, то объект у нас начинает просвечиваться. Ну, давайте, допустим, у озеленения поставим. Как видите, здесь значение в диапазоне от 0 до 90. Потому что если выставим 100, это объект будет вообще прозрачный и невидный. Следующая настройка это печать. То есть если эта иконка активная, то есть вот принтер нарисован, то этот слой будет печататься. А если мы не хотим, чтобы слой печатался, а отображался только на экране, мы просто-напросто нажимаем на эту кнопку, и данный слой, то есть все объекты, которые лежат на данном слое, они не печатаются. Ну и последнюю настройку мы пока что рассматривать не будем. Это замораживание слоя на новом видовом экране. Это мы больше будем рассматривать, когда подойдем к изучению листов. Так что пока что оставим ее. Так, ну что ж, давайте донастроим. К примеру, озеленению. Логично было бы задать зеленый цвет. И схематично теперь построим несколько объектов. То есть посмотрим концепцию построения, как все это делается. То есть для начала мы хотим построить существующие здания. Вот у нас сейчас включен слой существующие здания. Мы выбираем объект и строим. Далее, если мы хотим уже строить другую группу, то вот здесь прямо мы переключаемся и, соответственно, начинаем строить. То есть сначала переключаемся, а потом строим. Но иногда могут возникать такие ситуации. То есть вы хотите сейчас построить какие-то элементы озеленения, к примеру, кустарники, но забываете переключиться на другой слой и начинаете строить. То есть и получается, что у вас элементы, которые вы хотели расположить на слое озеленения, находятся на слое проектируемое здание. Данная ситуация, данный вопрос решается очень просто. Для того, чтобы перенести объекты на другой слой, вы просто их выделяете и выбираете из списка тот слой, на который хотите перенести. То есть озеленение в моем случае. Но обратите внимание, что все равно слой проектируемое здание остается текущим. И для того, чтобы строить кустарники, вам необходимо не забыть переключиться. То есть вот таким образом. Для того, чтобы изменять какие-то свойства слоя, к примеру, цвет, теплинии или вес, вам просто-напросто можно, во-первых, отсюда менять это, а во-вторых, если нужны более глубокие настройки, вы также вызываете диспетчер и отсюда уже меняете. Причем изменения вы можете видеть в реальном времени. К примеру, озеленение. Я могу менять цвет. Проектируемое здание. К примеру, давайте тоже изменим цвет. И изменим тип линии. Допустим, поставим совсем толстые. Нажимаем ОК. Так, у нас сейчас тип линии не отображается, потому что у нас в панели состояния данная кнопка отжата. Мы ее зажимаем и теперь можем увидеть все типы линий. На этом мы остановимся, а в следующем уроке мы продолжим изучать настройки слоев.